Всем привет, ребята! Меня зовут Оксана Кудлай, я преподаватель русского языка в онлайн-школе «Стубальный репетитор». Ну что, пришла пора подводить итоги учебного 2023 года, и мы с моей командой изучили некоторое количество сочинений и пришли на самом деле к плачевному выводу. Несмотря на то, что средний балл сочинения на нашем годовом курсе 21 из 24, это прям шикарный результат, выпускники делают одни и те же ошибки. И мы выявили топ-10 повторяющихся ошибок в сочинении ЕГЭ и готовы поделиться ими с вами, чтобы вы таких ошибок не сделали в следующем учебном году. Досмотри это видео до конца, если хочешь узнать, что это за ошибки. Поехали! Итак, первая и самая частая грамматическая ошибка – это «рассуждая над». Вот если мы напишем в сочинении «рассуждая над проблемой», автор пишет там о чем-то, это будет грубой грамматической ошибкой. Почему? Потому что глагол, ну, идея причастия «рассуждать», «рассуждая» употребляется с предлогом «о», а не с предлогом «над». Помните об этом. Второй пункт – это моя любимая ошибка. Автор приводит в пример поступок героя. Ребята, так писать нельзя. Запомните, пожалуйста, что когда мы употребляем, сочетание приводит в пример, мы говорим о некотором образце. Ну, допустим, можно приводить в пример хорошего поведения, там, не знаю, там, младшего брата, но нельзя приводить в пример поступок героя. В тексте автор приводит в качестве примера. Запомните, если напишите в пример, это будет грубой грамматической ошибкой. Следующая также грамматическая ошибка очень обидная. Я ее называю «цитата висит в воздухе», когда мы просто переписываем текст автора в сочинении, маркируем его кавычками, но у нас нет ни слов автора, ни каких-то наших комментариев. Да, то есть мы не используем и ни прямую речь, ни косвенную речь, ни пересказ, а просто цитата висит в воздухе. Так, оставлять ее нельзя, это грамматическая ошибка. Следующая пунктуационная ошибка, и, наверное, самая частая, это, конечно же, нарушение правил цитирования. Обязательно посмотрите на этом канале, у меня был отдельный стрим по правилам цитирования, или зайдите на канал к Маше Коршуновой, где мы вместе для вас сняли видео по правилам цитирования. Здесь очень много ошибок, и все они заключаются, например, в лишней точке после многоточия при прямой речи, наоборот, при недостатке точки, если мы говорим о косвенной речи. То есть очень легко запутаться, и важно иметь перед собой готовый материал, и лучше посмотреть стрим, который посвящен детально этому вопросу. Следующая, пятый тип ошибки, это орфографическая ошибка, и связана она со словом в заключении, которое пишется раздельно, и на конце е, привет 14-му заданию. Но почему-то в сочинении часто ребята в выводе пишут заключение и. Это грубая орфографическая ошибка, минус один первичный балл. Следующий, шестой пункт, это, конечно, наши любимые ця-ця. Ну, ребят, да, что делать и что делает, обязательно задавайте вопрос. Если в вопросе есть мягкий знак, также у глагола пишем мягкий знак, в вопросе нет мягкого знака, пишем бе от него и наш с вами глагол. Следующий, седьмой пункт. Это прям тоже такая частая ситуация 23-го года. Допустим, в первом абзаце при формулировке проблемы мы используем клише. Автор ставит проблему поиска счастья. Окей, вот у нас одно предложение. Но при переходе к следующему абзацу, ребята используют мой любимый способ, да, вот этой связи между абзацами и пишут, отвечая на вопрос, я не знаю, там, Казаков пишет о том-то и о том-то. Ребят, это ошибка. Почему? Потому что если вы сформулировали проблему повествовательным предложением, то будьте добры использовать другое клише. Отвечая на вопрос, клише подходит для комментария, если вы действительно сформулировали проблему в виде вопроса, например, как влияют книги на человека, и дальше вот это клише. Иначе ошибка. Следующий пункт. Примеры связаны и дополняют друг друга. Это речевая избыточность. Если вы указываете связь-дополнение, то понятно, что примеры связаны, они так или иначе связаны, так как они находятся в рамках нашего текста. А текст сам по себе, это связанные предложения и мысли. И, наконец, следующий пункт, тоже мой любимый. У нас художественный текст. Мы пишем сочинения по этому тексту. У нас есть герои. Ну, допустим, Маша. Маша 20 лет. И вы пишете, девушка в тексте пошла туда-то. Вот девушка, женщина, девочка. Мы не используем в нашем сочинении, если так саму героиню не называет автор. Как же можно называть героя? Героиня, герой, имя или наименование, которое дает автор. Например, студентка и так далее. По итогу в выводе, это грубая речевая ошибка, это нарушение стилистики нашего сочинения. Правильно, да? Как заменить? В итоге это нейтральный и грамотный вариант. Напиши, пожалуйста, в комментариях, а какие ошибки допускал ты, возможно, на пробниках или в школьных сочинениях. Нашел что-то знакомое? Поделись. И отправь это видео своим друзьям, чтобы они не наделали обидных ошибок в сочинении ЕГЭ и написали на максимум. Желаю удачи в подготовке к ЕГЭ по-русскому. Ты обязательно сдашь. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok